Соответственно, я представляю слово Максиму Рудольфовичу Белоусову, соответственно, доценту Казанского федерального университета, который выступит с докладом на тему сказки служилых людей и боярские подлинные списки 7172 года в делопроизводстве разрядного приказа. Ну вот уже, собственно, запускает нас демонстрацию. Соответственно, Максим Рудольфович, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я прошу прощения, тут в походных условиях на даче, если что-то будет срываться. Значит, название выступления «Сказки служилых людей. Боярский подлинный список сентября 7172 года в делопроизводстве разрядного приказа». Целью составления боярских списков являлся учет пригодности служилых людей, входивших в состав государевого двора, в службе, а также их местонахождение и служебной деятельности. Поэтому боярские списки должны были оперативно учитывать сведения, вновь поданных по царскому указу, служилыми людьми сказок. Ну, в этом отличие, собственно говоря, сказок от челобитных. Если челобитные подавались по собственному желанию, то сказки подавались исключительно по царскому указу. Мне удалось в свое время выявить, так сказать, следы существования таких царских указов в 60-х годах XVII века. Эти сказки подавались только теми лицами, которые были обозначены, собственно, в самом царскому указе. Заголовок столбца, включающего сказки июня 1772-1664 года, говорит, вот здесь на экране, «И против всех сказок боярскому списку отметить над именами их, сколько за кем крестьянских и бобылских дворов, а службам их сделать список впредь». Этот заголовок как раз и показывает, что боярские списки должны были оперативно учитывать сведения, вновь поданных сказок о вот этих самых необходимых для отправления их на военную службу, ну, 60-е годы – это русско-польская война, 60-е годы – 17-е века, должны были оперативно учитывать сведения об их боеготовности. Вот здесь вот демонстрируется внизу, вот нижняя часть, вот эта вот праза, которая, значит, в заголовке этого слайда. «Сведения сказок поданы в прозрядный приказ в 1661-64 годах о численности людей с боем, количестве крестьянских и бобыльских дворов, поместик и отчинах, выплате государеву денежного жалования были занесены два подданных и два наличных боярских списка сентября 7172-1663 года, сентября 7176-1667 года. Для организации полковой службы стольников, стряпчиков и московских дворян. Делопроизводственная взаимосвязь сказок в боярских списках наиболее отчетливо видна в том, что в структуре сказок являлись обязательными те части, сведения которых учитывались боярскими списками. Это количество крепостных дворов в численности на полковой службе с господином людей с боем. Ранее было установлено, что при внесении в подлинный боярский список сентября 1663 года, у меня, к сожалению, нет иллюстрации этого фотографии, помет о количестве людей с боем составители боярского списка использовали сведения сказок, поданных в разрядный приказ в январе-марте 1661 года. То есть в списке сентября 1663 года учитываются сведения сказок 1661 года. И что указание на получение или не получение государева жалования на людей с боем является формальным обязательным элементом сказок июня 7172 года. Июнь 7172 и 1164. Вот здесь, в частности, вот на этой картинке, фотографии, мы в этой сказке как раз и видим указание, что служилый человек в сказке июня 1664 года указывает соответствующие сведения. Значит, поскольку в предыдущие 1661 года сказки служилых людей заносили сведения о численности людей с боем, отправлявшись на полковую службу. И поскольку в самих июньских сказках служилые люди приводили новые сведения о количестве своих людей с боем. Однако изучение наиболее значительного количества документов комплекса сказок Прошу прощения. Комплекса сказок декабря-января 7172-1663-64 год вынуждает скорректировать последнее наблюдение. Дело в том, что из 754 сказок из 754 сказок этого испечникового комплекса лишь в 44 имеются сведения о получении или не получении денежного жалования на сета и на людишек. Таким образом, несмотря на то, что в зимних сказках 7172 года приводятся иные по сравнению со сказками 7169 года сведения о количестве людей с боем, указание на выплату или не выплату денежного жалования еще не является к этому времени формальным обязательным элементом их структуры. Но уже к июню, то есть буквально через полгода, 1664 года, сведения о получении или не получении денег становятся наряду с указанием количества дворов, поместик и вотчинных и численностью здесь с боем обязательным элементом структуры сказок. Эти сведения имеются почти во всех более чем четырех сотнях июньских сказок 1664 года. Указанная взаимосвязь сказок и боярских списков позволяет усмотреть в сокращенной помете Д, буквы Добро на полях боярского списка, при именах более чем 700 служилых людей, стольниках, тряпчих и дворян московских, сделанные, значит, в списке подлинном сентября 1663 года до слова «деньги». То есть помета Добро, Д, буква Д, по моему мнению, обозначала буква, обозначала слово «деньги». Это дело производственной регистрации, выплаты стольником, стряпчим и дворян московским, государевы жалования на людей за службу 7169-7171 года. Ну, я хочу здесь немножко пояснить один момент. Дело в том, что в свое время, работая с комплексом боярских списков середины 17 века, мне не удалось расшифровать эту помету. И в свое время я обращался, так сказать, за советом покойной Натальи Федоровны Зимидовой и Кольги Владимировны Лохатко. Ну, они крупнейшие у нас специалисты по разрядному приказу. Но, к сожалению, в то время ни Наталья Федоровна, которая, как говорится, всю жизнь работала с документом разрядного приказа, ни Ольга Владимировна Лохатко, не смогли ответить тоже мне на вопрос, что же может означать акапомета «Д». Вот это был очень серьезный вопрос. Потому что, ну, я в свое время ее совершенно неосновательно расшифровал как слово «даточные», потому что сказки тоже иногда указывают на наличие даточных людей. Но, как выяснилось, в результате работы с комплексами, с несколькими комплексами, ну, буквально с четырьмя комплексами сказок середины 17 века, эта помета должна расшифровываться как слово «деньги». Но не те деньги, которые, как я понимаю, планировалось выделить служилым людям, а те, которые уже были даны. О чем и говорится, собственно говоря, в тексте сказок служилых людей, которые они должны были по царским указам подавать. Однако, поскольку крайние... Вот теперь покажу следующий слайд. Да, вот они. Поскольку крайние даты зимних сказок 7172 года, 18 декабря 1663 года и 30 января 1664 года, вот сказка «Тряпчево с ключом» Федора Полтева от 18 декабря 1663 года. Это наиболее раннее из тех, которые датированы в этом комплексе. Вот наиболее позднее дворина московского Хвостова, Ивана Хвостова, по 30 января 1664 года. Значит, вот несмотря на... Значит, крайние даты этих сказок с 18 декабря по 30 января, а боярский список, вот этот сентябрьский боярский список прекращает функционирование в разрядном делопроизводстве, как установлено, до 25 декабря 7172 года, то есть до 25 декабря 1663 года, то есть пересечение буквально на одна неделя с самой ранней из комплекса исследуемых сказок, значит, остается пока не ясным источник сведений этого боярского списка сентября 1663 года о источниках сведений о численности людей с боем и выплате денег. То есть этот вопрос еще требует дальнейшего изучения. Тем не менее, представляет интерес представляет интерес сопоставление сведений 44 сказок зимы 7172 года, то есть вот этих декабря-января, о получении или не получении служилыми людьми денежного жалования с пометами сентябрьского подлинного списка 7172 года о выплате денег и численности людей с боем. Полностью совпадают указания сказок о получении или не получении служилыми людьми денежного жалования с пометами боярского списка о выплате денег и численности людей с боем в 22 случаях. В 22 случаях. В 14 случаях в сказках говорится о том, что служилый человек денег на люди не имал, а в боярском списке отсутствуют пометы Д деньги и пометы о численности людей с боем. Это в сказках стольников князя Долгорухова, Головина, Стряпчева и Лизарова, дворян московских, Леонтьева, князя Македонского, двух Пущинах, Малышева, Бахметьева, Солового, Поздеева, Дортовой, князя Засекина и Шишкова. В 8 случаях в сказках указано число людей с боем, на которых получены жалования, а в боярском списке сделаны пометы о таком же числе людей с боем и о выплате денег. Ну вот здесь примеры приведены. Это сказка стольника Ивашкина, стольника Малова, Стряпчев, Пелеминов, Безобразов, Нащекина, дворян московских, Секирина, князя Засекина и иноземца по московскому списку Силунского. Частичных совпадений насчитывается 15. 15 из них в 14 случаях В сказках приведены сведения о числе людей с боем, на которых получены жалования, а в боярском списке сделаны пометы о таком же количестве людей с боем. Это в сказках Стряпчев, Рогозин и Борисов и Апухтина, Рудакова, Рязанова, дворян московских, Шетнева, Трехсумарокова, Супонева, Агаркова, Нащекина, Матова и Рукунова. Следующее. В одном случае в сказке указано число людей с боем, на которых получены жалования, а в боярском списке сделаны пометы об ином числе людей с боем и о выплате денег. Это в сказке Стряпчево-Долгово-Собурова. Вот здесь она. Здесь, кстати, не в самой сказке об этом говорится, а вот как видите, здесь об этом речь идет в помете, которую Подьячий сделал на полях сказки. Такие пометы тоже встречаются в целом ряде случаев именно в этом комплексе сказок. Несовпадение сведений сказок и боярского списка обнаружено в семи случаях. В семи случаях. Из них в пяти в сказках говорится о том, что служил человек государево-Денежного жалования не имал, а в боярском списке сделано помета о выплате денег. Это в сказках стрябчих Строева, Оксакова, дворян московских Чепчугова, Ртищева и Дивова. И в двух случаях в сказке указано число людей с боем, на которых получено жалование, а в боярском списке сделано помета об ином числе людей с боем. Это в сказке в сказках стольников Воронцова-Велиминова и Приклонского. И, соответственно, вывод. Высокая доля совпадений сведений сказок и мы 7172 года со сведениями о получении или не получении служилыми людьми денежного жалования с пометами сентябрьского подлинного списка 7172 года о выплате денег и численности здесь боем позволяет считать делопроизводственную взаимосвязь этих документов весьма тесной. Ну и в очередной раз уже в который сделать вывод о том, что боярские списки 1660-х годов оперативно учитывали изменения в служебной деятельности членов двора. Спасибо за внимание. Это такое маленькое сообщение. Спасибо. Вы прям идеально уложились по временам. Итак, следующий доклад. Спасибо. Ольга Евгеньевна, пожалуйста. У меня вопрос к Максиму Белоусову. Может быть, он об этом писал, потому что он давно занимается этими сказками, но не мог бы он сказать пару слов, как создавались эти сказки, то есть кто их собирал, кто записывал, кто отвечал, это был вопросник, или какой образец был для этих сказок. Слышно? Да. Спасибо, Евгений. Да, я сказками занимаюсь где-то 10 лет. Значит, что касается того, кто создавал, там прослеживается интересная картина. Для некоторых лиц, которые были близкими родственниками, явно очень часто пишет один человек, и этот человек часто себя называет. Значит, пишет, а писал колоб его, там, такого-то, такой-то человек. Это очень часто для родных братьев, для каких-то других близких родственников, ну, целыми пустами. Даже если иногда не указывается, что писал один человек, по почерку очень хорошо, я себе делал, конечно, эти отметки, то есть почерки совпадают многих, так сказать, ну, не многих, а вот, офигенно, целый ряд сказок, еще интересно, изучал филиграни, конечно, и вот эти вот сказки написаны близкими родственниками, также, так сказать, ну, из одного, по филиграни, так сказать, одна разновидность и так далее. Вот. Ну, кто собирал, естественно, это указано, так сказать, у нескольких комплексов сказок есть предшествующий им лист, который написан, ну, понятно, красивым, подиаческим почерком, о том, при каких обстоятельствах эти сказки подавались. И вот это, значит, ну, общая формула на смотре служилых людей, как правило, у государя в горновитой палаты в сенях. Вот. Ну, вот такой, там же, где, собственно, собственно, проводился смотр. то есть при смотре либо государевом смотре, либо иногда просто пишется, значит, смотре, значит, смотрел такой-то дьяк, вот, и, значит, там они подавали эти сказки. Но явно есть в одном из комплексов этих сказок есть на обороте даты конкретные, когда эти документы были зарегистрированы. И эти даты имеют некоторый временной разнос, то есть в пределах, так сказать, ну, нескольких дней, иногда недели. То есть очевидно, что не все подавали во время смотря. И есть одна характерная помета в одном из комплексов сказок, сейчас вспомню, да, служилого Колычева, который не подал вовремя сказку, и на обороте этой сказки было указано, что, значит, ну, требование выяснить, так сказать, когда он прибыл. Когда прибыл на смотр. И вот уже после отдельно, там были, я уже говорил, июньские сказки 7172 года, а эта сказка была зарегистрирована в начале июля 7172 года. То есть он, видимо, опоздал на смотр и подавал после. Ну, вот, если я правильно понял ваш вопрос. Спасибо большое, очень интересно. Спасибо, удивительно. Спасибо. Спасибо.